Третий год у руля Барнаула, третий отчет перед депутатами и общественностью Вячеслав Франк собран и открыт к критике. Это очень важно для мэра, это уметь слышать своих горожан, уметь слышать своих сотрудников. У законодательной исполнительной власти Барнаула партнерские отношения, заключила Галина Буевич. Сотворчество имеет реальные цифры. Так, городской бюджет в 2022 году прирос на 34%. На 13 выросли налоговые и неналоговые поступления. Стало больше межбюджетных трансфертов. Несмотря на непростой год, экономика, по выражению Франка, была локомотивом развития города. Индекс промышленного производства превысил 2021 год и составил 107,6%. Это выше, чем в целом по стране. Увеличился выпуск вагонов, спецодежды, бумаги и многого другого. Поддержка правительства Алтайского края и администрации города позволила нам продолжить социальный проект, не потерять, а создавать новые рабочие места и в итоге завершить 2022 год с положительными результатами. Успешным этот год стало в сфере строительства. Город перевыполнил план по вводу жилья на 9%, а 400 человек переехали из аварийных домов. В этом году власти намерены завершить федеральную программу по переселению, рассчитанную до 2025 года, и вступить в новую для домов, признанных аварийными после 2017-го. Пока этот вопрос решают лишь за счет городского бюджета. Ремонт и строительство дорог снизили число ДТП в городе на 11%. В городе решена проблема очередности в детских садах. Продолжается строительство детских садов, но в основном в новых микрорайонах. Сегодня сложилось уникальное взаимоотношение между главой города Барнаула и директорами школ. Вячеслав Генрихович, как никто, досконально знает, чем живет система образования, какие она имеет проблемы. Большинство слушателей отмечают положительные сдвиги в развитии города. Архитектор Александр Деринг сказал, что совместная работа над генпланом Барнаула, который теперь будет рассчитан до 2040 года, конструктивна. А еще один показатель 2022-го по эффективности побил определенный рекорд. Уровень безработицы достиг самой низкой отметки за всю современную историю города. Это также минимальный показатель в Сибирском федеральном округе. В конце мэр отметил, что готов к открытому диалогу и что соцсети в этом помогают. За 2022 год власти приняли и ответили на 11,5 тысяч сообщений и обращений жителей. И намерены продолжать эту работу. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.